все запись пошла здравствуйте олег добрый вечер спасибо что вы согласились со мной побеседовать я честно говоря было некоторым образом удивлена от согласия ну то есть я понимаю что мы как бы друзья на фейсбуке я не помню чтобы мы видели сколько раз жизни физически а если да то не больше одного нет мы не виделись мы несколько раз говорили по телефону да не но по телефону это святое но тут как бы сути в личном общении потому что андрея допустим я знаю лично мы с ним читали лекции на одном мероприятии скажем так по очереди вот с вами у меня не было такого тесного опыта общения поэтому я была удивлена почему вы согласились вы знаете я открытый человек и на телевидении радио нашим областном бывают часто вышла у нас книга о строительстве кременчудской гельс позвонили с кима поехал записался на радио на радио в киеве потому для меня нет никаких преград общаться с людьми во всякие возможны во всяких возможных формах но обычно это используют знаете как средство саморекламы вряд ли кировоградскому архиву нужно себя как-то дополнительно рекламировать вы знаете для пользователей наверное рекламировать не надо а сегодня когда идут постоянные сокращения штатной численности архивных работников и вообще государственных учреждений наверное нужно говорить о своей работе вот 29 апреля будет 7 лет как я работаю директором архива хотя наш кировоградский архив я буду назвать кировоградский потому что государственный архив кировоградской области в городе Кропивнице я называю да то есть город Кропивнице область все еще кировоградская ну это связано с тем что нужно менять определенную строку в конституции где территориальное устройство прописано ну пока область ну и у нас есть примеры когда область Луганская и не так Закарпатская Ужгород Волынская Луцк ну мы Кропивнице и Кировоградская область так вот впервые в наш архив я пришел студентом первокурсником 16 сентября 1986 года да ладно то есть вы еще с Советского Союза работаете как пользователь пришел первокурсником как пользователь и вот до назначения меня директором в архив я был пользователем каждый год когда больше когда меньше где бы я ни работал я все равно приходил в архив и что-то там исследовал я в свое время работал правда на кафедре украинской литературы я не историк по первому образованию но я любил краеведение сначала литературно потом историческое и вот работал над чем-то потому жизнь архива по ту сторону баррикад почему то пользователи вот почему вы такой хороший директор вы знаете вы знаете жизнь с той стороны разные стороны баррикад поскольку я был по ту сторону баррикад я знаю что делать для того чтобы баррикад не было мы делаем одно дело и по моему убеждению каждый документ только тогда полезен когда он говорит с обществом говорит с нашими современниками по большому счету если бы наши документы могли говорить последние 30 лет мы жили бы в другой стране в другом мире я имею ввиду ментально психологический уровень наших людей и когда говорят что в архив то-то что-то когда-то засекретил нет это просто не находились исследователи которые бы подняли ту или другую тему вот для примера несколько лет назад научный работник архива научный сотрудник архива Иван Патронко написал книгу и мы выдали ее об ком утик мы все говорили о том что как книга Федорова подпольный обком действует да ничего подобного это миф и вот вся наша жизнь и до сих пор основывается на мифологемах прошлых эпох ну история это вообще такая наука куда ее ты не поверни и вытащить те документы будет по одному вытащить другие документы будет по другому ну я сторонник комплексного подхода и объективного освещения нашей истории ну смотрите я могу привести пример по своей работе да есть много книг ну не много но достаточное количество по истории российского еврейства да как правило как принято в академическом мире люди читают какие-то работы своих причастников ориентируются на те номерные фонды с которыми они имели дело потом пишут что-то свое добавляют туда еще какие-то вещи как бы и не более того а в итоге что мы имеем мы в итоге имеем жизнеописание евреев российской империи основанное где-то на 50 делах и туго и все и когда я начала работать сама с этими фондами потому что меня никогда не интересовали какие-то там другие измышления меня всегда интересовало что я сама могу найти на эту тему и у меня уже скопилась какая-то база материала а потом я в конце концов ознакомилась с работами своих ну условно коллег при том что они академические граждане а я совсем нет и я поняла что выборка их материала было абсолютно неправильно я социолог да я понимаю что такое выборка я вот по специальности социолог поучить литературу а я социолог вот и я поняла что они просто основывались не на том но в итоге информация которая сейчас подается как бы за историю еврейского еврейского еврейства российская империя она особенно в Киеве вот в городах Вечерта и Седлости она некорректна потому что им просто не повезло вытащить нужные документы понимаете и это вот потому что ну оно как шудышло куда повернешь так и вышло это в общем-то весь басис нашей современной я не знаю историографии когда люди вытаскивают 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 какие-то факты которые удобно ложатся в их картину мира они их публикуют и они не врут да то есть тех документов которые они используют для написания своей работы так и написано они умалчивают или не знают просто физически о существовании каких-то других документов поэтому сказать что ну что-то там реально было вывернуто или там перевернуто нет в Советском Союзе конечно оно так и было больше с одной стороны а с другой стороны не то чтобы сейчас не происходило какая-то обратная картина да сейчас выпячиваются какие-то другие вещи Вы знаете я не историк потому у меня нет стереотипов мышления кстати говоря я убеждаюсь каждый раз что то образование которое давали в Российской империи и до 80-х годов 20-го века в Советском Союзе когда были историко-филологические факультеты это было правильно кстати говоря ну мы архив который подменяет собой и работу в исследованиях по некоторым направлениям например ну у нас покритикую коллег из исторического факультета краеведением а областные архивы это все-таки историческая регионалистика никто почти никто не занимается и вот мы как-то заполняем пробелы в историю области ну и сопутствующий как говорится товар недавно у нас вышла книга филологичнее то историко-архивные студии то есть мы не имея стереотипов исторических пробуем показать как оно было без мифологем без мифологии да традиционного подхода к тем или другим вопросам кстати говоря о как говорил когда-то профессор Преображенский не читайте газет да во время пищи а потом наверное можно сказать что вообще по моему мнению архивисты не должны читать историков исследователей почему потому что потом публикуют свои документы идя в фарватере чьих-то исследований для примера мы ну я сам родился в городе Светловодске молодой город город которому вот немного больше чем 50 лет город построен в результате строительства Кременчудской ГЭС а у нас есть прекрасный фонд о строительстве Кременчудской ГЭС в котором документы которые разбросаны и по другим архивам но у нас первые экземпляры и вот у нас можно было исследовать в результате исследования показать целостную картину что это такое строительство Кременчудской ГЭС одна из ударных коммунистических строек в Украине в результате у нас вышло несколько книг но самое главное мы ни на кого не ориентируемся а просто излагаем то что у нас есть а читатель сам сделает свои выводы правильно то есть я даже специально не читаю никакие истории то есть у нас документальные издания вот поэтому без ретуши ну а за нами могут исследователи что-то опровергнуть но когда ты говоришь языком документов не тенденционно подобранных о комплексе документов ну каких-то недоразумений не должно быть ну это если вы что-то не отбрасываете для того чтобы что-то ложилось в вашу картину потому что это частая абсолютная история когда вот люди набирают какой-то материал потом они такие ну вроде картина такая потом такие раз вот это вот выбивается вот это мы не будем просто про это писать ну я же мог это дело не брать мог ну давайте будем считать что я его не брал я считаю что это неправильно потому вот имея такой опыт и до работы в архиве и уже опыт научной деятельности самого архива я считаю что чем больше у нас пользователей в читальном зале чем больше дистанционных пользователей тем лучше результат конечно потому что люди таким образом могут сами составить мнение о том что они хотят что они не хотят там все такое прочее вы скажите мне вы вообще ну как вы знаете чем я занимаюсь ну конечно знаю чем генеалогическими исследованиями и каким образом я это делал при помощи документов архивом но образуя собственную базу правильно то есть вы знаете условно что я делаю свою базу на основании документов в том числе и ваш то есть при этом вы не считаете что я как это я сейчас сформулирую что там про меня в народе говорят использую ваши документы для того чтобы обогатиться вы знаете мы все работаем в условиях определенной нормативной базы она сегодня говорит что каждый пользователь имеет право публиковать что угодно и любым способом то есть вы не считаете меня конкурентом архива нет вы знаете с тех пор как сначала вы потом другие исследователи а потом и мы оцифровали некоторое количество метрических книг нас меньше запросов а значит больше внимания мы можем уделить другим участкам работы вот это как раз то что я хотела на самом деле то чем я хотела с вами поговорить но я думаю вы знаете что я уже Елиса Витград проиндексировала весь то есть абсолютно все методы рождения брака и так далее и те которые были доступны опять онлайн мещанские списки там старые ревизии вот это вот все как бы у меня проиндексировано я думаю что какого-то количества у меня не хватает на самом деле мещанских списков потому что они не все были онлайн и мы не все успели сфотографировать и появлять их тоже по большому счету не очень просто точнее не очень понятно там есть что-то внутри или нет как бы ну неважно то есть у меня вот база по евреям или Елиса Витграда она в общем-то более-менее приемлема тем не менее вам все еще приходят запросы на восстановление там свидетельства рождения все такое прочее а почему вы или не сделаете такую же индексацию как я ну то есть условно обычно вот в ЗАГСах да для этих вещей есть алфавитки по некоторым фондам тоже есть алфавитки ну в других архивах тоже тут вопрос как бы ЗАГС эти алфавитки передавали назад или нет потому что как правило ЗАГСы алфавиты сами по себе удерживали у себя а по равенатам они не всегда и были по большому счету хотя мне вообще не было потому что это то что они получили до военные годы да то есть тут ну такое дело у кого-то есть у кого-то нет где-то удерживают специально где-то не удерживают суть не в этом суть в том что даже если у вас на руках есть алфавиты работать с ними не очень удобно я то почему начала это индексировать даже по тем местам по которым алфавиты были потому что люди никогда не знают точный год рождения бредка а вы тоже не в состоянии смотреть декадами да ну как бы в конце концов вот поэтому мои базы позволяют моментально узнать такая запись вообще есть или нет ну часто наверное ваши ваши пользователи пользователи вашей базы связываются и с нашим региональным равеном и он просто приходит иногда посмотреть уже указывая конкретный конкретный нет я знаю что они делают слушайте естественно поэтому я закрыла и дело того или другого товарища пошло дальше именно поэтому я закрыла базу бесплатного просмотра потому что обнаглели то есть они вот именно так и делали по номерам страниц смотреть это вообще элементарно с одной стороны а с другой стороны если бы подобной базой обладали украинские архивы я бы свою и не делала как вы понимаете вы знаете вот когда-то была попытка сделать такую базу и ряд других баз которым сейчас возвращается государственная архивная служба ну сейчас например о репрессированных они хотят возобновить базу но дело в том что нормативная численность работников архива без вспомогательных служб в нашем архиве должна быть 80 и выше только архивных работников сейчас у нас 41 штатная единица всех да но вы же можете пользоваться сторонними ресурсами точно так же как часть архивов не конструкируют своими силами да есть другие процессы которые надо и в том числе подтверждение стажа для начисления пенсии нет свободных групп посадить за какую-то базу ну хорошо а почему это нельзя сделать со сторонними ресурсами то есть условно у меня уже есть существующая вещь да индексированная база по всем евреям вашего прекрасного архива запросы вам все равно в основном приходят не на мещанские списки это уже совсем люди должны быть извращенцы а на метрике да то есть по большому счету ваш сотрудник имея доступ к моей базе может эти справки клепать за 15 секунд потому что он ввел увидел что это есть какая страница взял оригинал как удел сверил что да записи ответственности написал еще за три минуты справку все нет вот этого месячного срока ожидания нет непонимания чего там написано потому что не то чтобы мне прислали справки выданные вашим архивом я очень смеялась последний раз я честно говоря не помню во что там извратили женщину яхну но вот земский мещанин мне понравилось ну там здешний было написано она. Но читали как земские справки, написано земский мещанин. И мне товарищ говорит, да что такое земский мещанин? Я говорю, я не знаю, говорю, что такое земский мещанин, говорю, но тут написано здешний. То бишь местный Елизаветградский. Он говорит, а, говорит, а справки написано. Я говорю, ну мало ли чего, справки пишут. Ну почерк, потому что там реально не очень. Вы знаете, когда тарифный разряд 12-й проведного архивиста сегодня ниже минимальной зарплаты... Слушайте, я честно не понимаю, как архивы до сих пор существуют. И вообще зачем туда люди идут на работу? Вы знаете, работая в архиве, я сам еще не понимаю, как мы держимся. То есть на такую зарплату иметь и грамотного специалиста у нас и кучка кадров. Потому что как только предъявляешь какие-то требования простым архивистам, за такие деньги ну, мы же знаем наших обывателей, говорят, я должна вредить, а не работать. То есть, по большому счету, хотелось бы. У нас работал кандидат филологических наук Белоуз, заслуженный работник культуры Петренко, книгу которого показывал. Но они пенсионного возраста и во время сокращения они ушли первыми. И правильно прочитать, как это делал Белоуз, у нас сейчас некому. Если у вас есть такая вот кадровая проблема людей, которые не умеют читать, не то, чтобы в Киеве постоянно к моему мужу не приходили с просьбами работники архива прочитать, что тут написали. Вы знаете, еще не то. У каждого работника, который выполняет запросы, ну, чтобы вы понимали, по нормативам государственной архивной службы, утвержденных еще в советское время, переутвержденных немножко позже, архивист должен делать полторы справки в день. Ну, приблизительно полторы. Ну, вот с моей базой он может делать... А у нас каждый в день должен не меньше 15. Понимаете, какая скорость? Там не дочитал, там... То есть, человеческий фактор. Но, когда вы говорите о своей базе, и вы не против, чтобы мы стали пользователем этой базы, у меня нет возражений, как говорится. То есть, как бы, это просто речь идет про использование сторонних ресурсов. То есть, вы же не архивы СБУ, в конце концов, в котором это реально все засекречено. Это сведения, которые все объективно знают, что они есть у меня, они есть у вас на сайте, они есть в Википедии. То есть, такое... Единственное, что я сделала, это дала возможность потомкам этих людей без точного знания информации, как их звали на самом деле, и когда они точно родились, и так далее, возможность в течение, там, секунд выяснить, что же там было на самом деле. Потому что людям-то, ну, некоторым людям достаточно иметь фотокопию. Это то, что я им, да, могу предоставить автоматически, но некоторым-то людям нужна архивная справка. А я не могу предоставить архивную справку, я же не государственная организация. То есть, архивную справку реально можете предоставить только вы. Вот это вот, по-моему, прекрасный, собственно говоря, возможный симбиоз. вопрос, и с вас бы тогда вот снялись, потому что все равно запросы-то приходят только на вот справки всякие разные. То есть, если вы, ну, как бы сможете себя снять, вот эту вот нагрузку, как бы справочного характера, то вы тогда действительно освободите людей, ресурсы для чего-то другого, более полезного. А чего, кстати, еще в архиве вы делаете? Потому что вы понимаете, да, что все мои слушатели, вообще все люди, которые когда-то слышали слово «архив», уверены, что архивы существуют исключительно для одной цели. Отвечать на их запросы, присылать им свидетельство о рождении, неважно, что они там указывают, там, из серии «Здравствуйте, меня зовут Такта», моего дедушку звали Такта. Расскажите мне… И посмотрите полстолетия. Расскажите мне о его семье, вы что, не знаете, что ли? То есть, на самом деле, меня сейчас даже каким-то местом радует, что мы не находимся в открытом эфире, потому что в 80% случаев нас бы спрашивали, а вы знаете, сохранилось ли что-то там по силу такому-то, а по силу такому-то, а вот еще по этому. То есть, я людям, ну, долго пыталась объяснить, что никто не помнит, уж тем более директор архива, что есть по какому конкретному населенному пункту, как бы оно ему не надо. Есть справочный аппарат, он в любой момент может туда зайти и посмотреть, по этому пункту что-то есть или нет. Поэтому не надо писать вопросы под эфиром на эту тему, и мне тоже не надо писать эти вопросы, потому что до тех пор, когда вы меня не спросили и не попросили это узнать, я не знаю. Оно мне не надо. То есть, есть какие-то вещи, которые я знаю наизусть, понятно, по крупным населенным пунктам, а по мелким оно мне зачем. Зачем я должна лежать в памяти то, что мне может быть понадобится один раз в жизни? А у вас-то это вообще как бы не то. Я не думаю, что архивы существуют для ответа на генеалогические запросы. Нет. Вот сегодня, например, Житоморский архив новость поставил себя на сайте о том, что они занимаются сверкой на явности документов. Этим мы тоже занимаемся. То есть, мы должны знать, что у нас есть. Как правило, некоторые документы 30 лет никто не брал в руки. Ну, иногда их почти 100 лет никто в руки не брал. Сверка на явности фонда. Вот по учетным документам такой документ должен быть, а если, никто не знает. То есть, есть целенаправленная работа, которая называется сверка на явности документов. Ее нужно дополнять, потому что есть государственная программа сверки на явности. Обеспечить работу читального зала. Ну, сейчас карантин, читальный зал не работает. Но, за заведующим читального зала еще есть закреплено научно-вспомогательный фонд, который тоже время от времени нужно, если не сверху на явности делать, то сейчас мы работаем над базой, потому что ушло то поколение старшего возраста архивистов, которые знали, как говорится, книгу в корешок. Если ты не ставил книгу в определенное место, никакой указатель топографический, где книга стоит, не поможет. А эти книги у нас несколько тысяч экземпляров, несколько десятков тысяч экземпляров. То есть есть те виды работ, которые для того, чтобы документ говорил, нужно элементарно держать в определенной чистоте архивное помещение. Это очень большой участок работы. Обеспечить функционирование систем жизнеобеспечения, а учитывая то, что у нас одно помещение 74-го года рождения введение в эксплуатацию 2-го и 82-го, постоянно локально нужно менять электропроводку. Не, на что вы жалуетесь? Вот в Венеции, например, помещение 1630-го года или что-то там такое. Я вообще не говорю про Чернигов, у вас еще прям владенческое, можно сказать. Мы говорим о том, чем занимаемся. Фактически половина персонала это вспомогательное. Из 41 штатной единицы, ну, фактически тех, которые работают с документами, только половина. Потому свободных рук просто нет. И я думаю, что дальше будет еще веселее, потому что у нас с 1-го апреля было сокращение, я думаю, что оно в этом году тоже может быть и последнее. А куда сокращать-то? У вас и так нехватка 50%. Дело в том, что мы, наша деятельность регулируется законом про национальные архивные фонды, архивные установки. Но мы в это же время есть структурным подразделением областной государственной администрации. Когда правительство принимает решение сократить чиновников, оно не говорит, что архив не трогайте. Ведь даже уборщица в архиве по количеству штатных единиц архива это работник областной государственной администрации. И если сокращение в администрации во всех структурных подразделениях, оно и у нас пропорционально. Они начинают это с депутатов. Слушайте, вот там, по-моему, есть кого сокращать. Это вопрос не ко мне. Ну это же кошмарно, слушайте, но вы же не можете автоматизировать какие-то процессы. Ну то есть условно, вы, допустим, можете автоматизировать выдачу справок. Ну вот, мы уже обсудили, каким образом это физически возможно. То есть вы можете снять с себя все вот эти вот запросы. При этом вы не можете снять с себя запросы, которые связаны с подтверждением рабочего стажа и так далее. У вас же этот набор документов тоже присутствует, правильно? Вы даете вот эти справки социально-правого характера, как это называется? Сейчас это самый большой массив, потому что массив справок о рождении сейчас где-то один в десяти. То есть основная масса народа запрашивает подтверждение для... Подтверждение стажа, да. Но это тоже, в принципе, достаточно скоро закончится, потому что у вас-то фонды переданы в общем плюс-минус советских, очень много постсоветских. Часто основная масса населения в общем плюс-минус по-черному работает, и архивы всех этих предприятий ведутся скорее в электронном виде, чем в каком-нибудь еще. Поэтому это тоже закончится. Слушайте, а с каких денег архив живет? Ну, мы финансируемся как структурное подразделение областной государственной администрации. То есть так званые защищенные направления бюджета, зарплата энергоносителей коммунальные платежи это дает государство. Ну, размер ваших зарплат мы уже обсудили. Да. У нас есть государственные служащие и просто служащие. У государственных служащих зарплата немножко больше. Я боюсь представить сколько обычные получаются. Ну, головный специалист, главный специалист, у него оклад 5600. Если нет стажа и минимальный рамк, ну, это в этих пределах после вычета налогов человек получает. То есть немножко больше минималки. У меня все сотрудники получают больше, которые тупо сидят на индексации. Вот и самое главное, что первый тарифный разряд это уборщица, у которой сейчас оклад 1800. Мы должны премии дотянуть до минималки. И то есть больше чем половина. То есть вас еще обманывают походу. То есть они вам не выдают столько денег, чтобы вы могли соответствовать с минимальным... На зарплаты как раз не больше не меньше на зарплатах как раз хватает. А вот на чисто архивные дела в условиях отсутствия, как нам объясняют наши финансисты областной государственной администрации, в отсутствии государственной программы развития архивного дела нас не могут финансировать для развития архивных процессов. Потому простейшие мекалентную бумагу для реставрации документов, а где-то половина из документов нужно реставрировать, ремонтировать, потому что годы берут свое. Учитывая то, что при переезде в этот корпус в 83-м году брались документы, которые не были разобраны еще со времен Второй мировой войны, и только здесь как-то их подшили в дела, не ремонтируя. Сегодня это все надо, и вот сверху наявности тоже говорит о том, что надо в первую очередь ремонтировать. Да, но вы же делаете сверху наявности по фондово, а не прям вот. По фондово, но сразу мы начали оцифровку метрических книг, сразу для того, чтобы качественная копия была, мы их расширили. И уже не выдавая читальный зал, ну честно говоря, уже мало кто и спрашивает. И у нас есть возможность ремонтировать и реставрировать. Да, но если все дела находятся в онлайне, зачем вообще кто-то бы приходил и что-то брал? Это, кстати, то, что меня все время убивало в Чернигерском архиве? Вы знаете, нас это тоже это просто было фантастически, то есть там что-то года три, наверное, тому назад я прихожу и говорю, ну вы же знаете, что все вот эти вот ваши дела, ну там 1882 год и так далее, они есть у мормонов. Они говорят, да, я говорю, и что вы с этим делаете? Вы в конце концов положите оценку на сайте онлайн, и говорите, что вдруг мы их будем все показывать у нас тут в архиве через компьютер? Я говорю, слушайте, объясните, у меня смысл, какой вообще в этом процессе? У мормонов они есть онлайн. У вас, как бы, вам мормоны передали в конце концов мне эти черные копии, которые остались из этих пленок, а уже нормальные копии. Да положите себе на сайт, зачем мне ходить к вам в архив, зачем мне ездить в Черниговый, я не понимаю. Вы знаете, у нас нет возможности положить все на сайт, потому что мы находимся в домене областной государственной администрации, и мы постоянно просим дополнительно хранилища. Сами заработать на сервер мы не можем. А вот давайте поговорим о том, как вы, да, сможете заработать на сервер, то есть как-то вы же можете зарабатывать деньги дополнительно. Вот эти вот деньги за справки, они куда идут? Рассказывай, куда идут деньги за справки. Тот же, та же меколетная бумага и все остальное, что нужно для ареставрации. Не, не в этом суть, как бы, суть в том, что деньги за справки идут вам, а не насчет обл. администрации, которая вам... Они называются специальный фонд государственного бюджета. То есть все, что мы зарабатываем, учитывается нашим департаментом финансов, в том числе для наших расчетов. Вот некоторая часть, например, оплата лифтовой службы, чтобы работали лифты, часть тревожной кнопки с управлением полиции и охраны. То есть часть коммунальных платежей у нас тоже на этом фонде. То есть как бы у вас получается в казначействе типа два счета, один тот, с которого вам платят зарплату, а другой тот, на который заходят вот эти деньги. Но эти деньги только виртуально наши, потому что мы без департамента финансов не можем их использовать. И эта система никак не переводится в какое-то более... мы структурное подразделение государственной администрации. То есть по-другому эта система никак не работает. В условиях нынешнего бюджетного кодекса, то есть законодательства Украины, по-другому мы не можем. Но мы помним Житомир прекрасным образом до недавнего времени брал деньги у себя наличными прямо в кабинетике. И ничего. Все живы, все здоровы. У нас все через счета. Сейчас у нас есть терминал. У нас все через была такая интересная пауза. Наш народ нельзя перевоспитать. Ты ему говоришь, вот терминал, если не хочешь рядом 100 метров касса, не хочешь идти в кассу, вот есть терминал. Что я буду бегать? На те. То есть сейчас мы отучили народ. Не сегодня, завтра у нас на сайте появится онлайн банкинг. То есть мы уже с приватбанком договорились и вот уже получили реквизиты технический вопрос на банк. То есть делаем все, чтобы нашим пользователям было удобно и не было соблазна нашим работникам. Слушайте, мне, кстати, вот три моих знакомых гениалога просили передать вам привет и повагу и все такое прочее по поводу того, как у вас в архиве все прекрасно будет организовано как бы для людей. Вот. При этом я с каждым обсуждала вопрос, каким образом они попадали в Кировоград и мы пришли к выводу, что у вас все организовано для людей, потому что к вам физически попасть вообще невозможно если было другое место. Потому что все настолько плохо с транспортом, что ни в сказке сказать, ни пером описать. То есть к вам вот я один раз съездила экспериментальными целями, причем я была за рулем, я не была привязана к поезду, который приходит к вам в три утра и уезжает от вас два часа ночи. Это же вообще нереально-реально, да? То есть поэтому я прошла... Это хорошо, что если есть этот поезд, потому что не всегда он даже есть. Я ехала на машине сама за рулем и думала, что я убьюсь, потому что дороги к вашему городу отсутствуют точно так же в нем вообще. Ну, то есть невозможно. То есть в вашем архиве работают... Давайте скажем правду. Если туда попасть... Это дороги Черкащины и других областей. На территории нашей области дороги, слава богу, из Киева и из других направлений ненормальные. Ну, тут же, знаете, надо как-то вот этот этап-то перейти. Да. Я, видите, живая до сих пор, но это прям было страшно. Ну, и вы согласитесь, да, с тем, что вот поезд, который приходит куда-то в 3 часа ночи, это не самое приятное, чтобы случиться... Я знаю, я сам этим подобными поездами пользуюсь для поездки в Киев, потому что теми маршрутками, которые сейчас ходят, страшно ехать. Чувствуешь себя просто смертненько. Угу. Да, слушайте, я за рулем собственной машины чувствовала себя смертненько. А что же говорить про общественный транспорт? поезд как-то более спокойно и надежно, но по большому счету и в Киев приезжаешь не тогда, когда хочется, и выезжаешь не тогда, когда хочется. Поэтому у вас просто нет выбора. Вам нужно покупать дополнительные сервера и все увеживать онлайн. Вам туда никто не будет ездить. Вам нужно будет сократить должность этого читального зала в принципе. Использовать помещение по что-нибудь более полезно. Вы знаете, вот сегодня утром я как раз находился на первом этаже и наш охранник через стекло разговаривает с молодым парнем, ну лет 26, не больше, который приехал с Киева взять справку о бабушке. его спрашивают охранник, вы не в Украине живете? Нет, а что? У вас есть компьютер? Ну есть. Неужели нельзя онлайн за... А что, у вас сайт есть, чтобы зайти? Посмотреть. То есть, ну, такой человек другой планеты. Не, ну подождите, давайте начнем с того, что человек не знал, что у нас карантин месяц в стране, как бы, да, то есть тут же есть некоторая первоочередная штука. Он знал, но он не подумал. Близкий свет к нам ехать из Киева. Ну, знаете, поговорку, бешеные собаки с поверстной крюк. Разве что. Но читальный зал необходим. Потому что есть же массив документов наших, которые связаны с генеалогией, скажем так, то есть метрические книги, росписи и тому подобное. это где-то только процентов 10 наших документов. А мы документы, у нас хранятся документы, которые документируют жизнь области с конца 18 века. и для исследователей узконаправленных тех или других тем читальный зал просто необходим. Это то, что мы не можем ни вынести, ни по большому счету имея... Я понимаю, что состав документов это соотношение 10 там 90. А если мы возьмем процентное соотношение запросов на выдачу, какое тогда оно будет? Ну, вы знаете, у нас 10 рабочих мест в читальном зале. Я знаю, я была, да. Да. Как правило, 4 исследователя это те, которые что-то себе ищут, что-то исследуют. То есть, ну, последнюю неделю, например, тех, которые занимают зенеалогией, было только трое, а 7 человек, наши местные журналисты, краеведы, историки. То есть, фактически, читальный зал прекратить работу невозможно, даже если все, что связано с генеалогией, у нас будет онлайн. Да, ну, краеведческие материалы тоже можно обработать и сдать в паре томов, как вы уже сделали, как бы, в общем-то, и все. Можно, но, что говорить, если у нас сканер нормальный появился, спасибо поддержке партнеров-генеалогов. Я имею ввиду Кропостова и Фазуянова. Да. То есть, ну, а первый сканер у нас вообще был, то, что я из дому принес, МФУшку, которая не работала. Вот, это состояние 2013-го года. Ну, сканер нормальный у вас появился в каком году? В 17-м, где-то, в 18-м? В 17-м, да, в первом 17-м году, да. И вот мы сразу начали работать. Причем, у нас работают все. Вот, есть два корпуса, охрана дневная. Они не просто сидят. То, что мы сейчас массово выложили описи дел, традиционные сейчас уже начнем вылаживать партархиев. Это на простом бытовом сканере обрабатывали наши охранники. То есть, у нас работают все. Прекрасно. Но даже с такими темпами нам надо десятилетия для того, чтобы оцифровать все фунды. А сколько вообще у вас еды из хранения? Полтора миллиона единиц хранения. А фондов? А фондов около девяти тысяч. Где-то около тысячи без малого дореволюционных и без малого девять или восемь девятьсот советских и по нынешнее время. сейчас мы очень активно работаем над созданием фондов личного происхождения. Идут в лучшие миры выдающиеся деятели науки культуры связанные с нашим краем. И не взять тот материал который они имеют это преступление. То есть, у нас кто-то должен заниматься и этим. например, в свое время архив получил фонд писателя кандидата наук Смоленчука там почти семьсот единиц хранения. Но это же все надо обработать. Как правило, домашние архивы у нас если человек просто наполняет свой домашний архив он не всегда это правильно делает. Ну конечно. Он же не архивист. Вот сейчас мы окончили почти год работали над первым этапом фонда лауреата Шевченковской премии классика современной украинской литературы Владимира Александровича Базилевского. Только книг из авторскими автографами которые дарили ему свыше двух с половиной тысяч это все надо описать правильно уже кроме этого около сотни дел и это только первый транш его домашнего архива окончится карантин у нас есть с ним договоренность мы выйдем возьмем следующий транш для обработки то есть повседневные дела архивистов рук рабочих не хватает. И главное чтобы вот это вы никак не можете автоматизировать это только сотрудник архива то есть вам нужно придумать каким образом архив может зарабатывать больше денег для того чтобы можно было привлекать дополнительные Вы знаете у меня есть несколько в хорошем понимании учителей коллег которые больше времени есть директорами архивов самый близкий мой сосед коллега и учитель это Лариса Левченко директора Николаевского архива да вот надо с ними тоже пообщаться то есть мы опять же лично не знакомы мне уже два человека говорило поговорите с Левченко я говорю ну мы не знакомы мне говорят так познакомьтесь я позапрошлым году ездил к ней отпуск у меня был такой посмотреть как живет ее архив чем они занимаются но они зарабатывают в разы больше чем мы и не на справках а на обработке документов предприятий которые ликвидируются когда ликвидируется какой-то гигант типа припортового завода или что-то еще это определенная сумма а у нас почему-то порочная практика через пять лет после того как ликвидатор тихо уничтожил предприятие продал землю к нему начинают писать люди дайте справку и он тогда начинает заберите архив ну забрать можно а за чей счет его описать каталогизировать и хранить то есть вот и на этом мы уже не заработаем потому что пробелы в законодательстве которые в котором не было строчки а как так получилось что Левченко зарабатывает а вы на этом не зарабатываете хотя это одни и те же проценты у нас если юг Николаевской области это большие промышленные предприятия наши промышленные предприятия союзного значения починив боги еще в середине 90-х годов ну да то есть нам некому заплатить за архивы уничтоженных предприятий но тем не менее вы их обязаны принять потому что по закону вы должны разосударственные предприятия только сейчас началось и в новых условиях новая законодательная база когда ликвидировать юридическое лицо не могут без справки архива ликвидатор вынужден обращаться в архив чего не было у нас ну а еще это основное то есть она вот живет исключительно вот с ликвидационных вещей то есть по большому счету конечно что-то зарабатывается и на справках но основной массив это упорядкувание архивов предприятий ликвидируется да то есть получается что в принципе ни один архив не заинтересован ни в справках ни в подготовке генеалогических исследований потому что люди же часто не только справки хотят не пишут в архив типа нарисуйте мне родословную ну вы знаете когда активизировалась ваша деятельность и ваших коллег как правило к нам уже не обращаются люди за комплексными генеалогическими исследованиями не ну бывает всякое люди часто не знают у нас в год это ну 2-3 человека обращаются и то выходит что мы можем найти не больше чем 5-6 персоналей но здесь еще другая сторона медали мы работаем в ценовых условиях 2005 года и что это значит в цифрах что это значит в цифрах зарплата в 2005 году средняя была 2600 извините 260 гривен и все а сейчас да то есть фактически по тому прескуранту по которому мы работаем мы заработать вообще ничего не можем вообще странно потому что например в Беларуси вот цены за вот там можно сделать генеалогический запрос но там говорят что мы вам допустим ответим года через два потому что у нас очередь а заплатите за это полторы тысячи евро ну там в их рублях там просто курс странный поэтому это выходит дорого и мы может быть вам что-то найдем может не найдем заплатите там 300 евро за датку условно и мы там вас будем информировать по ходу что там происходит то есть поменять-то эти цены можно в чем проблема значит без нормативного изменения документов министерства юстиции порядка ценообразования а его разрабатывает государственная архивная служба мы не можем изменить свои цены потому что антимонопольный комитет не пропустит что бы мы не написали как бы мы экономически не обсчитали свои услуги мы не можем утвердить новые цены пока государственная архивная служба не примет определенный документ несколько лет назад постановлением кабинета министров поменяли номенклатуру услуг но ничего не сделал для того чтобы мы могли пересчитать то есть справки мы делали и делаем но заработать для них мы ничего не можем фактически я не понимаю почему оно вот так вот я тоже не понимаю вот почти 7 лет первое с чего я начал это написал письмо тогда еще Ольге Петровне Гинсбург как нам работать если мы не можем но теперь вы знаете адрес гораздо ближе куда надо но возможно не все и от главы службы зависит во всяком случае на сегодняшний день мы не можем себе установить новые цены потому что нет методики по которой мы можем работать ну потому что они обиктивно смешные да то есть они смешные да то есть даже если мы берем большое исследование а мы можем месяц один человек над ним работать результат все еще зависит от результата ну человек у вас будет месяц работать потому что у вас ничего не проиндексировано вы понимаете да что у меня любое исследование берет ну максимум сутки ну теперь я слышу теперь я знаю я сказал об объективных причинах почему мы не могли сами это сделать потому что мы всегда что-то догоняем а сокращение это же не последнее вернее не последнее но и не первое фактически кроме того чтобы посадить за какой-то человека на определенный процесс нужно чтобы человек имел и опыт и общеобразовательный уровень а не диплом не ну у вас заблуждаетесь заблуждаетесь то есть люди которые мне индексируют документы они были в свое время когда я наняла на работу студентами политехнического института ну не политехнического но не важно суть в том что он был технический не гуманитарный даже который естественно не умели читать подчерка как и любая молодежь ничего и так месяц два-три мы с ними сидели объясняли что вот тут буквы так пишутся тут буквы так пишутся и так далее и сейчас мне иногда присылают ну готовые документы я их бегло пробегаюсь потому что ну по ошибке там удвоение букв у любого человека могут быть чисто автоматические да и смотрю какая-то фамилия даже компьютер правит да то есть дебильная фамилия как бы не бывает такой я думаю проверю я открываю дело нет так и написано вот реально вот так и написано вот такая вот странная фамилия случилась и причем я даже вот я сама смотрю на фамилию думаю как это вообще читается потому что это же опыт опыт понимаете то есть я вот давно не индексирую сама и мне уже тоже не всегда просто сразу вникнуть слета в текст то есть допустим когда я вот получила вашу эту справку там где было написано земский мещанин я переслала фотку мужа говорю что написано он говорит ну так земский я говорю ну слушай как бы я все понимаю но тут должна включаться логика то есть у меня работает логика что-то может быть написано что-то не может быть написано остальные читают в общем-то то что они видят вы знаете кроме логики вот у нас до недавнего времени правда девушка попала под сокращение у нас уже определенное количество работников архива которые не учились в советской школе им никогда никто не преподавал русский язык то есть уже прочитать на гражданке дореволюционной она не может это тоже проблема конечно конечно хотя ну не знаю мой сын никогда не учил русский язык он учился в украиноязычной школе с первого класса как бы а среда среда общения ну он читает сам научился читать ну среда общения то есть ну люди-то разные у нас ну да я бы кстати садила когда ему было лет 15 тоже заиндексировал ничего работал кстати нормально он генетически неплохо разбирает по широкам ну честно говоря я когда работал преподавателем в университете я никогда не требовал от студентов конспекты потому что сам никогда их не писал а почему не писал потому что имею такой почерк что если через несколько часов не прочту чтобы в памяти что-то осталось то на следующий день я уже прочитать не могу да 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 у меня почерк не намного лучше будем откровенны поэтому я неплохо читаю чужие на самом деле я тоже очень часто приходят ко мне чтобы я прочитал тоже то есть это электричная работа но не каждый же раз конечно кто-то из сотрудников может ко мне прийти кто-то ну все-таки директор то есть кроме объективных есть субъективные вопросы которые нельзя никуда деть то есть а как вы видите ну вот исправление этой ситуации вообще глобально что по вашему мнению на самом деле должны делать архивы прежде всего публиковать то что заинтересует пользователей которые придут и будут исследовать то что надо то есть сейчас мы фактически то что выставляем на сайт описи фондов мы же всего-навсего их отсканировали оцифровали они часто на печатной машинке выполнены они часто выполнены просто от руки ну да то есть это оцифровано но пользоваться можно только тоже постраничным перелистыванием а это все нужно перебрать вручную очевидно потому что никакой сканер и никакой распознаватель текста те рукописные корлючки и даже машинописный текст когда использовали машинки разные иногда ну просто обратокадабра получается прочитать часто нельзя значит это надо определенное количество людей просто садить и перепечатывать перенабирать ну это то что мы делаем собственно говоря да потому что описи мы тоже индексируем вот есть первый киевский фонд губернского управления там же 404 описи 90% информации про евреев приблизительно в каждой поэтому выбора не было оно все было рукописное фотографировать что-то описи вообще не давали то есть если дела можно было фотографировать за деньги то описи нельзя было фотографировать вообще и мои сотрудники несчастные ходили в архивы все вот писали ручками эти описи замечательные потому перед собой я ставлю первую очередную задачу выставить все описи которые есть а потом уже то есть чтобы пользователь имел представление о том что мы имеем а потом уже ну как-то технологически обрабатывать да я вообще думала что вы уже все описи выставили а вы оказывается еще выставили их но недостаточно в удобоваримом в принципе выставили дореволюционный фонд весь описи ну а после революционной еще то есть после семнадцатого года фактически очень мало еще ну а вот фонд СБУ вот этот вот репрессирован почему мы с него начали потому что государство не будет денег дало нет только потому что сейчас большинство запросов покажите нам после принятия закона о доступе к архивам репрессивных органов этот фонд архив репрессированных органов к нам поступают заявки и мы должны по сути бесплатно отвлечь работника и бесплатно отсканировать сам от чего вдруг вы должны бесплатно отсканировать вы не должны бесплатно отсканировать вы должны сказать в грамотин документах написано если больше 20 страниц тогда уже подумать о том что оплата а оплата даже если не бесплатно то по ценам 2005 года это сколько получается 46 гривен типа нет где-то в порядке 15-20 гривен дело если его не обрабатывать то что иногда у нас заказываются дела сканировку дел и качество обработка PDF формат уже одного дела то есть не постранично это уже как-то что-то набирается но это тоже процесс трудоемкий ну да ну а чтобы вы поняли сейчас у нас в лаборатории информационных технологий две штатные единицы но у нас есть много рубрик на сайте которые разные в том числе антикоррупционные законодательства и все надо менять а вот сделали подарок из 19 апреля мы должны выставлять на сайте и прозору и допороговые закупки то есть фактически на а еще же мы делаем онлайн выставки фактически я вообще не понимаю откуда у вас столько энергии на все эти мероприятия я уже не говорю про деньги дело в том что это то что предусматривает нормативная база в которой мы живем нормативная база должна предусматривать еще финансирование раз она предусматривает обязанности как бы одно или другое ну да но это же вопрос одни к нам нет ну это понятно ну как бы вы имеете все таки возможность организовать когда я иногда читаю то что ну спасибо пользователи о нашем архиве пишут или хорош или во всяком случае плохого очень мало мы работаем над тем чтобы это плохого не было но когда пишут какие-то претензии к другим архивам очень часто с двух сторон срабатывает субъективный фактор у кого-то было плохое настроение там в архиве не так посмотрел но и пользователи разные бывают я не буду назвать фамилии тех которые к нам приезжали которые приступая порог читального зала уже настроен был сорвать работу не только свою а и других ну я тоже знаю трех таких но один из них купил вам этот как его зовут сканер поэтому нормально все в итоге получилось вы знаете он к нам не приезжал ну вот слушайте повезло вы знаете может потому что на каком-то этапе я познакомился с ним в Киеве и мне он показался бесконфликтным человеком я еще раз у каждого у каждого свое субъективное мнение и субго-субъективного есть объективная реальность он сделал как бы некоторую архивную революцию да и абсолютно не потому что он был бесконфликтный с одной стороны с другой стороны я до его существования жила спокойно и решала все вопросы с архивами самостоятельно и в общем у меня все что он сейчас выложил и так давно было будем откровенны да вот и не надо было для этого ничего ломать никого ломать то есть единственное что мне да не удалось сломать это зряк то есть там да тоже приходилось приходить и писать вручную по большому счету а фотокопии у меня дел не было я так не люблю я люблю сама потом проверять чего там написано тем более что я-то и не живу практически в Украине последние пять лет вот но он как бы да это сломал полностью в том числе и зряки так что он закрыл равенат уже два года он закрыт ну то есть кому от этого стало легче ну не знаю сейчас это глобальный вопрос в частности у нас спасибо ему мы получили возможность что-то цифровать качественно а то мы работали только ЛСУшками не но я понимаю что вы говорите ну и другим коллегам тот же вопрос понимаете все время заключается в том директор архива он как эти документы рассматривает как что-то для народа или как что-то собственное то есть допустим тот же Дзиак он считает что он в смысле архив считает что это его частная собственность и не дай бог кто-то вдруг кроме них может заработать хотя бы полторы гривни вы знаете Надя мне кажется что здесь не только поэтому вот слава богу у нас был единичный случай когда пришел пользователь и сфальсифицировал документ потому что в это время он судился и с государственным учреждением по земельке а там как и у нас нет видеонаблюдения в читальном зале то есть и естественно каждый архивист который не хочет фальсификации своих дел как говорится на холодные студент а как это связано с только обсужденной темой то есть он наверное в это дело которое он брал всунул какую-то справку которая там изначально нет просто человек берет у нас справку копию решения совета мы даем ему эту копию а через некоторое время через 3-4 месяца он приходит к нам и берет дела среди которых и то дело часть которого он взял как копию да и ручкой выправляет цифры которые нужны то есть он знал как и на самом деле и уже наше дело то есть новая справка которую мы могли или копия которую мы могли дать для суда по требованию суда или защиты с кем он судился это дело уже не может быть доказательной базой потому что она сфальсифицирована но оно подчерканно как бы да то есть было ретушировано ручкой некоторая цифра да это преступление которое в принципе есть в уголовном кодексе но реакция правоохранительного органа прокуратуры фактически без наказания никого дело закрыли но единственное что что человек проиграл свой суд он не учел что у нас хранится копия копии прежде чем что-то выдать мы экземпляр оставляем в себе и на наше счастье человек который выполнял его запрос постранично перелистывала после того как он сдал это дело и увидела то что что-то там не так потому что она снимала копию не было этой ретуши вот как мы это увидели офигеть вообще так это то что мы знаем и у нас в принципе ну не так много пользователей как в центральных архивах они знают об этом больше потому вот в такой степени бережно относятся к своим подождите все архивы знают что я не рядовой пользователь да то есть тут вообще ни у кого нет никаких сомнений ни про меня ни про род моей деятельности я его никогда особо не скрывала поэтому это неважно и закрыли-то они этот фонд не из-за меня естественно а как раз вот из-за противоположной стороны сказали ах вот так значит мы найдем предлог из-за которого вы не сможете все-таки фотографировать эти документы да ну не знаю мне кажется здесь субъективизм из той и с другой стороны простите субъективизм как бы это же даже вот реально ко мне это реально не имело никакого отношения меня не было взяки уже года 4 физически наверное вообще да то есть меня не было то есть это вот потому что вот активно выдавается выдавается они сначала рассказывали дела нуждаются в реставрации дела нуждаются в реставрации невозможно бесконечно держать тела которые нуждаются в реставрации они сказали о как вы там сказали это называется мы пересчитываем фонды сверхновидность и есть 2 года 2 года бровинат киевской губернии закрыт вот только он вот это вот самое главное что они должны пересчитать и главное знаете Если бы я не брала перед этим эти дела, которые они еще за год до этого рассказывают, что не мечтают реставрации, я могла бы в это поверить. Потому что какие я дела видела в Житомире, ни сказки сказать, ни первом описании. То есть ты его открываешь, а оттуда реально, ну, там просто своя природа уже в этих делах, знаете, там Чучки, Паучки, там, не знаю, Баба Яга в углу стоит, ну, прям русские народные сказки в каких-нибудь нотариальных делах, там, 1856 года. А киевский руинат был в прекрасном, в прекрасном. То есть зачем они взяли и закрыли вот сначала там 15 дел, а потом остальные, непонятно. То есть я просто могу сказать, у них как бы есть разные подходы по поводу того, что они, судя по всему, да, хотят делать справки, да, каким-то образом считают это своим личным доходом. Индексация у них внутренняя есть, о которой они никому не рассказывают. Мне кажется, что кто-то из коллег ждет пересчета наших платных услуг, пересчета ценного образования, чтобы потом заработать. Я прекрасно понимаю, что чем больше мы выставляем интернет, тем завтра мы меньше заработаем. Да. Но это зависит от того, с какой стороны посмотреть на самом деле. Потому что есть люди... Да. Но главное другое. Мы выполняем определенную функцию государства. Сохранность, формирование архивного фонда, обеспечение его сохранности и доступа к этим документам. Вот. И у меня такое ощущение, что некоторые украинские архивы останавливаются на втором вопросе. Итак, вот почему мы должны думать, как нам заработать и выжить? Это прекрасный вопрос. Я тоже не понимаю, почему должны вы так думать. Кстати, поэтому я была против безлимитного бесплатного фотографирования. Мы же два года выясняли отношения между собой на эту тему. Потому что я объясняла, что архивы должны на что-то есть. Вы знаете, что в Тако зимой в хранилище температура такая же, как на улице. То есть минусовая. Ни о какой сохранности дел вообще речи не может перед такой обстановкой. А летом, соответственно, плюс 40. У них нет денег ни на новые системы кондиционирования, ни на отопление. Ну, вы знаете, да, что вот второй корпус уже там лет 20 находится в одном и том же состоянии. Я вам скажу больше. Государственный архив Кировоградской области. Зимой в наших хранилищах температура плюс, летом плюс 38 иногда бывает на верхних этажах. А зимой плюс 4. Ну, вот там то же самое, да. А какой сохранности фондов можете тереть при таком раскладе вообще? Нет, ну, сохранность вот по большому счету, по большому счету. Сохранность здесь, потому что у нас это правильно подшитые дела, картонаж правильно стоит. То есть это все равно лучше, чем где-то и как-то. Не, ну, понятно, с подвалами Владимирска не сравнить вообще, кто спорит. Там у них и света-то не было, наверное, год. С фонариками дела искали. Ну, это же ненормальное такое состояние архива. Это ненормально, но это не зависит от конкретного архивиста или директора. Это издержки государственной политики. Конечно, нет, я про это говорю, что это издержки государственной политики, с которыми нужно что-то делать. Поэтому не совсем понятно, собственно говоря, какая цель у государства. То есть понятно, что государство вообще не думает про архивы в принципе, и его архивы не интересуют. Точнее, его архивы не интересуют, пока не нужно найти на кого-нибудь какой-нибудь компромат с каких-нибудь прошлых выборов. Вот тогда их архивы начинают интересовать. Но мы занимаемся областью, которая к современной истории вообще его отношения не имеет. Вы знаете, наверное, вот сейчас в обществе есть некоторые дискуссии о образовательном процессе. Частички гуманитарного, гуманитарной составляющей общеобразовательного процесса. Как средней школы, будем говорить, категориями прошлого, так и высшей школы. А вот архивы это и есть один из пунктиков гуманитарной ауры. Если мы не хотим, чтобы страна процветала, у нас нет, как говорится, дела до клуба, библиотеки и архива. Но если библиотека и клуб или Дом культуры сегодня непосредственно принадлежат территориальной общине и председателю сельскому голове, что кто-то говорит из одного сельчата, посмотри, до чего ты довел. То в архиве руководители вспоминают только тогда, когда сами выходят на пенсию. Им тоже нужна справочка. Да. Вот чего ж ты мне не сказал, когда я был? Это я слышал не от руководителя области. Так, ну, когда ты был, меня не было. И моя коллега-предшественница, я точно знаю, что писала не меньше писем о своих проблемах, чем пишу я. Но есть понятие бюджет, есть понятие бюджетного кодекса. По большому счету и областная государственная администрация, и областной совет за то, чтобы архив жил, работал как нужно. Но областная администрация не имеет основания, нормативного основания просить в областного совета субвенцию государственному бюджету для развития своего архива. Слушайте, вот я поэтому никогда... Потому что нет государственной программы. Это такое, вообще все так сложно. Мне всегда было проще самой заработать, самой продать, самой купить. А заработать мы не можем, потому что цены 2005 года. А теперь скажите мне такую вещь. Зарубежные архивы и прочие институции подобного рода живут за счет грантов, в принципе. Вот у вас с грантами как? Вы знаете, мы пробовали в этом году подать заявки на грант. У нас ничего не получилось. Снова-таки субъективный аспект. Но общаясь с своим главным бухгалтером, она мне все время объясняет. Как ни крути, использовать донорские деньги напрямую мы не можем. Потому что бюджетный кодекс это право не дает. Вот тем, кто на уровне местных бюджетов, областного, то есть учреждения культуры, ну из тех же людей. Вы же вот издаете эти книжки, вот за счет чего вы их издаете? Это же гранты, какие-то дополнительные вливания в процесс. Вы знаете, спасибо моей работе в университете. У меня много студентов, которые имеют... Типографии? Нет, не типографии. Мы подготовили рукопись. Ну, некоторые книги вышли в рамках областной программы книгоиздания. Ну да, это же тоже можно считать. Это есть, но я со дня основания в 2006 году программы книгоиздания член Координационного совета. Где бы я ни работал, но я остаюсь краеведами, как краевед для член Координационного совета. В эту программу подают рукописи краеведческой, художественной литературы, потому что, по большому счету, каждый, кто написал книгу, думает, что он гениален. Конечно. А ресурс финансовый очень маленький. Например, в прошлом, в 2019 году, основной ресурс программы книгоиздания был использован на издании книги, очередной книги серии реабилитованные истории. Нужно? Нужно. Потому ряд книг, которые у нас издаются, вот, например, в прошлом году вышло три книги, посвященные, вернее, по материалам архивно-следственных дел. То это, спасибо, мы подготовили рукопись, и знакомые дали деньги у издательства для того, чтобы мы их издали. Минимальным тиражом. Почему минимальным? Это сейчас была такая вот более-менее спекулятивная схема, раз за ваше издание какие-то знакомые с другой стороны занесли деньги. Ну, с другой стороны, по большому счету, меня как директора никто не обязывает это делать. Ну, конечно. Я поэтому и задала вопрос, потому что у вас и так никогда ни на что нет денег, а тут вы еще и книги умудряетесь издавать каким-то образом. Ну, вы знаете, нужно сказать спасибо этим знакомым. Они знают, что я не в карман. Не, мы сейчас не обсуждаем ни вас, ни знакомых. Я просто обсуждаю ситуацию, когда вы по нормативам архивно-бла-бла-бла деятельности обязаны делать выставки, онлайн-выставки, физические выставки и публиковать какие-то научные работы, потому что иначе ваш архив не будет популярным и сохранять там свою какую-то бюрократическую категорию. Но при этом они не дают на это денег. Это вообще издевательство. А как дать деньги для архива на книга и здания, если это не прописано в документах? Грантовым образом. То есть, так как это происходит, собственно, в Европе. То есть, есть грант какой-то, который дается на что-то. Архивная установа может принимать участие в конкурсах на получение гранта на определенную какую-то тему. Вы пишете заявление на грант, вы его выигрываете. Мы можем, но не как сами, получатели гранта, а по договору о совместном проекте с кем-то. Ну, в том числе, слушайте, я думаю, на самом деле, что нечто подобное происходит сейчас по второму кругу с мормонами, да? То есть, мормоны выделяют какие-то средства условно-грантовые для того, чтобы украинские архивы продолжали синдексироваться. То есть, эта индексация происходит за счет мормонов. Я не знаю, как бы я ни с кем не разговаривала, но это логично, чтобы оно так было. Вот, то есть, и нормально... Вы знаете, Александр мне переслал проект договора. Мы будем одни из, надеюсь, из первых, кто будет с ними работать. Но, честно говоря, читая их доли поперек, я пока не понимаю, можем ли мы это делать с точки зрения нормативов бюджетных. Потому что сегодня мы это сделали, а завтра приходит аудит-служба и говорит о том, что вы не имели права отдавать это в бюджет. Это что, фотокопии, которые у вас в итоге получились? Я не понимаю. Нет, это тот проект, если мы напрямую что-то будем делать. Ну, это же уже было неоднократно со всеми... А тогда были другие реалии. Мы сейчас живем в условиях бюджетного кодекса, которому 5 лет всего. А то, что было, было раньше. Ну, да. Мы не... Наша законодательная база не успевает за жизнью или наоборот, жизнь за ней не успевает. А какой Александр прислал вам проект договора с мормонами? Который представитель мормонов у нас? Дни Александра кругом. Ну, Сычкаренко. Ну, вы знаете, я как обычно. Меня все знают, я никого, поэтому... Ну, может быть, да. Просто я думаю, сколько Александра вообще может быть на одной квадратной единице? И этот проект, в принципе, согласован с Государственной архивной службой, рамковый договор, они поспешали или подпишутся. Да, я как бы знаю, что Кромов про это пишет регулярно, что вот прошла встреча с теми, прошла встреча с этим. Да, 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 но это прекрасно. Я тоже со многими встречаюсь, но как потом прилепить и пройдет ли это через наше казначейство, это тоже еще вопрос. Я думала, что уже все давно подписано, и даже началась работа. Потому что, когда очередной раз спросила, где, в конце концов, Киевский равенат, мне сказали, в августе будет у них на сайте. Откуда он уже там должен появиться? Ну, за центральной архиве не знаю. Мы будем одни из первых областных. Почему так? Потому что у нас они еще никогда не были. Ну, у вас конкретно в Кировограде они никогда не были, но они были в Чернигове и в Черкасах, которые такие же областные архивы, как и вы. Тогда работали в других условиях, другой нормативной базы. Слушайте, вы как этот, как это называется, как снайпер, знаете, сюда нажал, сюда нажал, можно ошибиться только один раз. Это же ужасно, работа в такой обстановке. Как вы выдерживаете реально? Вы знаете, по большому счету, я и большинство моих коллег в Кировоградском архиве, мы живем на работе и живем работой. Ну, конечно, у вас уже 9 часов вечера, вы все еще на работе, естественно. Единственное, что сейчас мы немножко по сокращенной программе работаем, потому что в связи с карантином... Да, слушайте, вот именно, мне сейчас ваше нахождение на работе напоминает один анекдот, когда там вот фирмы, в которой все работают, там из серии 6 утра до 12 ночи, 6 утра, 12 ночи. А потом, бац, один какой-то товарищ начал приходить в 9, уходить в 6. Но ему через 7 дня говорят, ну, слушай, ты не офигел, а что это происходит? Он говорит, алё, вы что, забыли, что я в отпуске? Ну, вы знаете, в этом году я впервые за 4 года был в отпуске. Спасибо Игорю Щупаку, Музей Голокоста. Не, ну я знаю, кто такой Игорь Щупак. Знаете, да? Спасибо, я стал членом делегации на семинар в Ядвашем. О, вы были первый раз в Израиле? Да. Поздравляю. Нет, это был первый мой отпуск за 4 года. Поэтому я отпуск брал, но был на работе. Потому что, как только я иду в отпуск, там прорвало канализацию, там прорвало отопление или что-то ещё. Слушайте, знаете, мне папа точно так же рассказывал про свою работу, но папа был директором СМУ всё-таки, в конце концов. То есть у него логично, что что-то прорывало отопление или там ещё что-нибудь. А чтобы директор архива из этого прерывал отпуск, это, конечно, понравилось. Я просто не шёл, потому что как раз это синхронизировалось. Я беру отпуск и выхожу на работе. Да не, ну понятно, поэтому у нас нет выхода уже 2 часа в Фейсбук, потому что вот оно у вас тоже синхронизировалось. Кстати, когда у меня появился первый компьютер, это, наверное, 97-98 год был. Какие тогда ещё были компьютеры. Парень, мой бывший студент, мне его настроил, всё, садится он, компьютер работает. Сажусь я, просто объясню. А у меня с мужем то же самое, как бы, да? То есть у него всё, я поэтому хотела, чтобы он подключился к процессу, потому что у него обычно всё работает. Но он, поскольку уже залогинил Zoom со своим Фейсбуком, вот Zoom категорически не хотел принимать какую-то вторую опцию. Тут у нас, видите, всё пошло не так. Потому что обычно я ему ору, вот, не работает, не работает, не работает. Он такой подходит, говорит, ну давай, покажи мне. Я нажимаю на то, чтобы всё работает. Он говорит, ну. Ну, это что-то подобное было и тогда. Так что меня техника просто любит. Да, именно в этот раз просто техника сошлась. То есть... Мы друг друга нашли очередной раз. Да. Ну, первый раз вообще такой реально. Чтобы два часа уже после существенного окончания рабочего времени... Вы знаете, как-то мой один знакомый, он был, он священником был у нас, потом перебрался на Волынь, он родом с Волыни. Мы вместе и краеведы, и он работал на телевидении, записывали передачи. А потом как-то звонит, вы уже дома, нет, я ещё и на работе. А почему? Говорит, ну, вот сколько я был сегодня на заседаниях в администрации, с вами на телевидении. Вот ровно столько, приблизительно, если не немножко больше, я потом дотягиваю на работе. Потому что за меня никто не прочитает, никто не подпишет. Ну, а сейчас, в связи с карантином, я немножко раньше начал уходить домой, потому что... Ну, и наши сотрудники тоже раньше идут. А почему, кстати, почему половина украинских архивов работает, в том числе на цифровке, а вторая половина говорит, у нас в карантин, у нас власти, у нас власти свободны. Харьковский, например, архив не работает. Значит, дело в том, что у нас половина состава сотрудников в отпусках, оплачиваемых отпусках, у кого они были за прошлые периоды. Половина работает. Но, в связи с тем, что не ходит, как нужно, или как раньше, общественный транспорт. Добраться с разных концов города на рабочее место просто невозможно. Но это то, что говорит Харьков. Но, тем не менее, и ваши архивы, и житомирские, например, работают. У нас, в принципе, сейчас те, кто более-менее рядом живет. В пределе часа-полтора ходьбы до работы. Хорошая такая рядом, очень спортивная. Прямо вот вы заботитесь о том, чтобы люди нахаживали положенные действия. Ну, вот мне надо всего 23 минуты для того, чтобы дойти. Просто моя скорость, и я хорошо знаю город, каждый переулочек, где можно сократить дорогу. Не все, и о том, и о чем. То есть, здесь индивидуально надо говорить о каждом работнике, и суммарно потом об архиве. Каждый работает. Вроде условия одни и те же, но есть своя специфика. Ну, к тому же, у нас 41, например, по штату человек сейчас работает. Из них часть охрана, часть вспомогательный персонал. Но сектор информационных технологий, у нас молодые парни, которые ходят на работу, потому мы и вылажим. Скажу больше, то, что сейчас обрабатывается и вылаживается, оцифровано немного раньше. То есть, мы сейчас просто дотягиваем то, что не успели раньше сделать. То есть, мы лучше воспользовались карантином, как закрыванием. Да, да, да. То есть, дотягиваем то, что у нас уже наработано было раньше. Каждый работает. Более того, то, что мы сейчас вылаживаем дела, переданные службе безопасности, оцифровка этих дел частично была не только нашими руками, как говорится, а нашими партнерами, коммунальным учреждением книга памяти. Они работают сейчас над списком укнанных. А раз берут дела, то по моей просьбе что-то еще. То есть, фоткали. Мы используем все возможности, какие только нет. Не, ну все правильно. Как по-другому вообще в такой обстановке можно начать? Некоторое время, ну, спасибо, я, председатель областной организации краеведов. Некоторые краеведы на волонтерских началах тоже у нас сканируют документы иногда. То есть, ну, есть человек пенсионного возраста, приходит, сканирует. Сейчас карантин, он в группе риска, он сейчас не приходит. Мы используем любую возможность, чтобы как можно больше документов онлайн могли знакомиться наши пользователи. Я поняла. Слушайте, я думаю, что мы же достаточно много поговорили, в принципе, сегодня и о работе вашего архива в частности. Но у нас не окончена еще тема нашего доступа до вашей базы. Да, нам не обязательно говорить про это онлайн. Ну, я просто напомню. Да, у нас не окончена тема еще одна. Это, собственно говоря, о том, какие фонды генеалогических характеров у вас есть, каким образом люди могут писать вам запросы, должны ли они писать их вам и все такое прочее. Вот. Поэтому я думаю, что мы на сейчас закончим. Я это буду там выкладывать на Facebook просто через YouTube ссылки, потому что, ну, выбора нет. Может, у нас получится еще раз поговорить на следующей неделе вот уже про более какие-то животрепещущие темы, которые более интересны слушателям, потому что мы сейчас говорили о глобальных каких-то вещах. То есть им это интересно, но уж понимаете, каждой корове ее шкура ближе к телу. Вот. А их интересует все-таки конкретно, как сделать запрос, как быстро отвечаете, что конкретно есть, там, ну, такое. Вот. Поэтому я думаю, что мы сейчас закончим, а попытаемся поговорить во вторник вот на вопросы, которые они зададут. Причем я, наверное, выложу вот эти вот ссылки с текущим эфиром и скажу им, чтобы они под ним писали вопросы, которые они хотят перенести как бы на следующий эфир, и мы тогда на следующей неделе еще раз встретимся. Хорошо. Это 28 число. Да, ну, я сейчас ориентировочно говорю, да, то я просто говорю, что вот это мы заканчиваем, чтобы еще поговорить о каких-то более конкретных вещах. То есть я это напишу сначала, потом посмотрю по расписанию, какое это выходит число. Это не обязательно делать вот в четверг, да, это можно сделать в любое другое время, там, в среду. Вы восстанавливали вторник, вторник это 28. Да, вторник или там среда, ну, то есть что-то вот такое 28-29 апреля. Нет же никаких праздников, я надеюсь, в Украине. Ну, карантин еще не закончился. Все должно быть стабильно вроде. В празднике я иногда тоже на работе, потому что наша охрана, она, наша охрана, должна тоже быть в тонусе. Никто не знает, когда я приду и когда. Ну, правильно, конечно, я тоже так все время делаю. Я с понимаем. Потому что если это будет выходной, можно и выходной, наверное. Нет, как бы, по большому счету, нет смысла. Просто у меня обычно расписание формируется в воскресенье, да, после очередного эфира, и мне нужно еще будет после этого понять, что не так пошло вот с этим. Вот. И потом мы, ну, спишемся и договоримся, да, это будет 29-го или 30-го, или 28-го. Ну, то есть в какой-то вот из этих двух дней. Поэтому такое дело. Выходной это не принципиально. Но я, да, проверю, насколько будет проще выйти выходной. Вот. Поэтому спасибо за текущую беседу. На сейчас... Всегда рад. Да, на сейчас... В принципе... Мы уже поняли, что нам есть о чем долго разговаривать. В принципе, да. Хоть еженедельная передача, минутка с Олегом Бабенко. У нас просто и в пользователях, и в архивистах есть стереотипы. И вот почему кто-то думает, что архивы это что-то, не весь... А мы все живые люди, которые живут в конкретных условиях своей работы. Я поэтому и хотела говорить конкретно с директорами архивов, чтобы объяснять людям, что не все так страшно, как им, в общем-то, кажется. Кстати, если к следующей беседе мы сможем привлечь пани Левченко, тоже будет прекрасно. Может, вы у нас познакомитесь, чтобы мы, в конце концов, могли это сделать. Ну, вы знаете о пани Левченко.